Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире бизнес-класс, в эфире Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, как всегда в это время, мы встречаемся с бизнесменами, говорим об их непростой жизни. Тема сегодняшней программы, краткосрочной программы, извините за автологию, краткосрочной программы для руководителей, как научить управлять людьми. Вот такая вот дилемма, такой вот вопрос, серьезный вопрос. Вообще, можно ли научить управлять людьми? Мне вот до сих пор это непонятно, честно говоря. Но я уверен, что после сегодняшнего эфира все станет на свои места, потому что в гостях сегодня Ульяна Самолова, президент группы компаний Самолов и Самолова. Добрый день, Ульяна! Добрый день! Уважаемые слушатели, для вас я напомню традиционно, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Телефон в студии 65 10 99 6, код Москвы 495 и сайт компании финам.фм. Значит, есть у вас возможность присоединиться к нашей беседе. Сделайте это, пожалуйста. Ну и начнем наш разговор. Первый вопрос, Ульяна, ну, наверное, все-таки традиционно для этого эфира. Каким образом родилась идея, каким образом вы пришли к идее, что есть у вас такая необходимость, да, и такое желание обучать людей, именно руководить? Ну, все началось с того, что мы сначала обучали людей, как поступать в вузы, вот, как английский там язык, немецкий язык, математика, физика и все такое прочее. Делали там методические различные пособия, проводили семинары, потом эти семинары стали превращать в курсы, потом стали много очень заниматься разработкой методик для школ по русскому языку, по математике, вот, и продавать, то есть выстроили сеть. Ну, мы пришли к тому, что мы сами стали сталкиваться с проблемами, с проблемами управления, с проблемами продаж, то есть систему сбыта, это 15 городов у нас было, ну, тогда еще это вот только-только начиналось, тогда прямые продажи были в нове, только-только о них слышали, вот, Скоттлера читали и таким образом узнавали. То есть мы через собственные проблемы. Потом как-то так вот вышли мы на бизнес-школу по совместному проекту с IBM, вот, увидели, что там обучение руководителей как раз проводится, нас это заинтересовало, но там обучение тоже было, это вот профессора различные, знаете, экономисты там и так далее. Ну, то есть семинарский больше такой вот подход был, да, там теоретический. И руководители крупного бизнеса. Нам был больше все-таки малый бизнес интересен, вот, потому что свои проблемы были в малом бизнесе. Я правильно понимаю, что изначально у вас уже, да, была некая, ну, существующая бизнес-схема, где вы занимались обучением, сейчас неважно чего, да, неважно кого, вы занимались обучением, вы чувствовали, так сказать, да, за собой возможности, вы профессионализм чувствовали. Соответственно, по мере возникновения, да, каких-то новых отраслей или новых необходимостей в жизни, да, вы могли обучить. И специалиста среднего звена, ну, продажника в частности, да, и в конечном итоге пришли к руководителям. Да, совершенно верно. А разница есть, вот, ну, такой, я бы сказал, в бизнес-модели есть ли разница, обучаете вы руководителя или обучаете вы какого-то другого специалиста, есть разница? Ну, естественно, все равно, что, да, производите вы автомобили, или производите ли вы самолет, или производите с велосипеда, это разница, есть вроде то механика, да, конечно, разница очень большая, разница в том, как раз, чтобы жить этим, чтобы понимать суть деятельности, все-таки суть управленческая от продажной, ну, отличается. Да, да, да. А насколько сильно отличается, и главные, вот, основные моменты этого отличия? Ну, главные моменты как раз, ну, в самой сфере деятельности, то есть продажник — это человек с определенным складом мышления, с определенным психологическим складом, да, и с определенной, ну, динамикой жизни в организации, скажем так. Так, управленец — это, ну, другой человек с другими задачами, с другим функционалом, и другой, ну, психологический, опять же-таки, да, там, тип, скажем так. А это вы определяете как-то, вот, к вам приходит поступать, условно говоря, да, там, товарищ учиться тому или иному, это определяется психотип сразу каким-то? Ну, это не психотип, как такое, да, мы не определяем, я даже не могу сказать, какие именно психотипы. Понятно, вы не психологи, вы, да. Ну, просто сама суть, понимаете, продажники — это люди очень динамичные, это люди, которые очень сильно чётки, на чётки конкретный результат направлены, и им нужно здесь и сейчас, вот, понимаете, вот получить. Даже коммерческие директора, которые занимают стратегией, они мыслят все как раз вот очень сильно понятием результата. Если посмотреть на управленцев, да, там тоже очень важен результат, но там важно, как раз, понимаете, вот это организация. Дорога к этому результату, да? Да, 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 то есть там, как бы, получается цель и процесс состыкованы. Там как раз забота о людях, да, там, потому что нужно организовать людей, нужно подобрать, мотивировать, ну, то есть совсем другая деятельность. Совсем другая деятельность. Абсолютно. А люди, которые приходят учиться быть руководителем, да, можно так сказать, они уже имеют опыт какой-то, то есть они приходят с реальных каких-то, да, уже производственных мощностей или просто вынашивают идею. Вот я до этого времени работал, там, на уровне среднего звена, там, может быть, даже руководителем среднего звена. Ну, вот очень хочу я стать во главе крупного какого-то предприятия, крупной компании, и для этого пришел поучиться. Ну, независимо от того, на какой ступеньке руководитель находится, это может быть линейный руководитель, там, среднего звена, высшего звена. Есть нечто такое, что их объединяет. Это то, что они управляют людьми. Понятно, что уровень людей, которыми они управляют, на каждой вот как раз вот этой иерархической лестнице разный. Поэтому там и, ну, обучение, оно немножко разное. Тоже отличается, да? Да. Но по большому счету сам внутренний процесс, который они как руководители выполняют, управляя людьми, они одни и те же. Постановка задачи, мотивация, да, там, оценка персонала. Ну, вот если можно, да, Ульяна, если можно поподробнее, чему вообще вы учите, ну и чему учатся руководители? Есть наверняка какая-то, ну, как в любом, да, учебном процессе, есть наверняка, да, некий список обучаемых, какая-то программа обучаемая. Да, да. Ну, вот я хочу сразу тогда вот позиционирование провести, да, потому что мы же не единственная компания, которая обучает на рынке. И это не единственный сегмент, скажем так, который обучает руководителей. Есть компании, которые обучают руководителям управлением такими жесткими факторами. Это структура, системы, процессы, ну, то есть, вот, да, там, это, как правило, в MBA, кстати, очень хорошо этому учат. То есть, в других странах, как выстроить, да, вот эту всю модель? Да, 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 как посчитать, как выстроить, как оценить, но с точки зрения ресурсной, например, тех же людей. Вот. Второе, это есть компании, которые обучают, ну, таким полумягким, полужестким факторам, это стратегии, идеи, как управлять как раз, да, там, планированием, стратегическим и так далее, да, там. И третье направление, это управление людьми. Вот здесь мы как раз по большей части занимаемся именно этой сферой, управления людьми и где-то в какой-то степени управления как раз вот идеями, стратегиями и планированием. Вот. Сразу обозначить, да? Да, да. Вот. И вот в этой сфере, собственно говоря, чему люди учатся? Они учатся как раз, вот, как я уже сказала, как грамотно поставить сотруднику задачу, как его замотивировать, как оценить, проконтролировать, как создать команду, ну, и повести ее за собой, собственно говоря. Ну, то есть там спектр очень большой, по большому счету, темы, которым обучают. Только единственное, что можно, конечно же, эти темы просто хаотично разбросать, ну, взять и набросать какие-то темы. Но мы что делаем? Мы выстраиваем некие процессы управленческие. И у нас есть курсы, которые, ну, вот, как раз вот постепенно-постепенно идет наращивание навыков. Ну, то есть сегодня, например... То есть от простого к сложному, да, условно? Можно сказать от каких-то одних вот тем к другим тем. Не знаю, что же это простое сложное, да, там, а как раз вот, то есть что первично, а что вторично. Ну, грубо говоря, когда вот мне, например, говорят, вы знаете, мы хотим своих руководителей обучить лидерству. Ну, вот совсем недавно была эта тема, совсем модная. Модное лидерство. А что такое лидерство? Всех учим лидерству. Мы приходим и говорим, а вы учили своих руководителей? Ой, вы знаете, они у нас уже опытные, все, и как-то тема замалчивается. Они уже лидеры. Да, их надо лидерству. Мы говорим, подождите, ну, и начинаем переговоры вести по поводу того, что, ну, вы знаете, если человек не умеет поставить задачу, вот конкретно, да, вот тема куда аж конкретнее, проконтролировать, направить человека, подчиненного, чтобы он выпал, потребовать с него, какой он лидер, как выучить лидерство, если он не, ну, у него нету, понимаете, вот таких вот элементарных базовых навыков. Это есть база, кстати, да? Это база. Без этого всем остальным управление проектами, там, лидерство, там, еще какие-то темы, там, ценности управления, ну, невозможно управлять, если у тебя нет вот этих ножек, да, на которых ты стоишь, собственно говоря, как руководитель база. А, кстати, вот этот замечательный перечень, который вы сейчас предложили, да, как поставить задачу, как мотивировать, соответственно, сотрудника, как проверять, как контролировать, да? Вы в буквальном смысле слова, да, предлагаете некие формулировки, вот, как поставить задачу, да? Есть фраза некая, которая будет убедительнее, чем какая-то другая. Или дело не во фразах. Мы же не попугаев учим, да? Мы учим опытных людей, причем, кстати, вот два вопроса тому назад вы спрашивали как раз, да, каких людей вы учите, которые только приходят в управление или которые имеют опыт. Уже есть опыт, да. Мы учим только тех, кто имеет опыт управления на наших тренингах, на наших курсах, вот. И поэтому, ну, собственно говоря, чтобы было из чего, да, лепить, что называется. Если у человека нет опыта, это фантазии. И учить его чему-то, это, знаете, вот, это, я не знаю, биться головой о стенку, и то, наверное, полезнее хоть что-то, может быть, дойдет тебе. Вот, потому что человек начинает фантазировать, он начинает из себя что-то там представлять, позы занимать управленческие, ну, как видел он, да, как это происходит. По телевизору. Да, а внутри у него ничего не меняется. И ты вот смотришь на него, и даже не знаешь, вот как, вот как ему, вот, вот как нам его научить. Как объяснить, да. Да, потому что если у человека нет этого представления, он не побился нигде. Ну, вы так рассказываете, как вот у вас был опыт непосредственно, да, вот обучение людей, приходящих, ну, условно, с нуля. Да, то есть в какой-то момент вы попробовали, а потом отказались от этого, я правильно? Практически, да, да, ну, мы же начинали, когда, что только, за 24 года, то чего только не попробовали, когда... За 24 года это срок, да. Да, да, поэтому шли так вот очень планомерно. А вот таким людям, которые очень хотели бы стать руководителями, ну, и более того, наверняка, да, там, предложения какие-то в ваш адрес поступают, научите меня, вы посмотрите, говорите, нет, у вас нет опыта, что вы ему порекомендуете? Сначала этот опыт приобрести где-то? Ну, на самом деле, есть все равно, есть, как бы, тренинги такие же, вот, и у нас есть, которые позволяют вести в профессию, да. Но тогда что мы делаем? Мы, как бы, отталкиваемся от того, а кто он? Ну, то есть там больше, понимаете, профессия. Ну, например, если он является продажником, ну, там, его хотят сделать руководителем отдела продаж. Или он, например, там, айтишник, ну, там, его хотят сделать руководителем отдела. То есть какая-то метаморфоза должна произойти, да, чтобы он... Да, да. Тогда мы что делаем? Мы очень сильно подвязываем его на ту профессию, которую он обладает уже сейчас. И больше в наставничество его учим. Сейчас мы прервемся. Спасибо огромное, Ульяна. Новости на Финам.ФМ потом продолжим. Так, друзья мои, продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов и Самолова». Тема нашей программы «Как научить управлять людьми», о каких программах, собственно, да, идет речь в этом случае. И, естественно, мы говорим о том, как строится бизнес, да, по этому самому обучению. Ну, давайте закончим. Вот очень интересная тема. На новости мы ушли. И разговаривали о том, как можно переориентировать человека, который очень хочет стать руководителем. Но пока у него нет реального опыта, реальных навыков каких-то, на которых вы базируетесь. Ну, вот я считаю, что правда, это принципиальный момент как раз, когда люди хотят стать руководителем. Ну, то есть человек хочет стать руководителем. Я бы посоветовала как раз ему, как стать руководителем. Начать с того, что научиться передавать свой опыт другому человеку. человеку и как бы иные вот через это то есть ты как бы подготовка это одна из функций подготовка другого человека до со своего подчиненного обучение передачи опыт наставничества то есть такая на лайт модель скажем так управленческого процесса и если ты сможешь научить человека что-то делать то ты дальше как раз да научиваешься ставить ему задачу по тому делу ну собственно говоря то чем мы туда и тебе будет легче в своей сфере ставить задачу потому что ты в ней разбираешься ты сможешь проконтролировать то есть вот как раз на своей специфике вот очень сильно привязать к своей деятельности и таким образом как раз вот какие-то навыки приобрести ну прямо прям совсем совсем заточенный под свое под свою деятельность легче будет потому что знаете ведь проблема какая ставят например руководителя человека который никогда этим не занимался у человека про этим стресс большой и управлением управлением и делом о котором управлением не занимался да и как раз вот не проводят и вот через вот такую модель наставничество когда закрепляют например кого-то его и говорят слушай а ты попробуй подготовить вот этого чай попробуй научить его а потом поставь задачу проконтролируй оцени как он научился собственно говоря человек втягивается ему легче этот процесс дается а когда человека бросают и говорят все сегодня ты руководитель он приходит и не знает чего делать просто да да а это вот такой тестовый какой-то вариант да получается что буквально что называется руками потрогать пилотный проект причем я так понимаю что этого до до таких простых материальных вещей да вот я знаю как я не знаю там прости как нарисовать какую-то картинку я знаю и должен буквально смысле показать как это да 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 и тогда легче задачу поставить его научил потом поставил задачу так ты нарисуй так ты мне покажи ну то есть такой управляющий процесс как я уже сговорила облегченный скажем так весь прошел а потом говорят так это и есть управление дорогой мой оказывается оказывается а ты боялся да это уже не так страшно ну здорово здорово ну и в этом случае логично сейчас уже говорить непосредственно о тех технологиях связано с бизнесом который вот под которым мы подразумеваем как раз эти самые обучающие да мероприятия обучающие программы как это выглядит у вас и как это в принципе выглядит насколько это востребовано в россии прежде все ну обучение есть разное есть вузовское обучение долго долгосрочное там семинар долго нудно лекции да куча куча информации непонятно как каким местом прикладывать ее к жизни как использовать все такое прочее зато у людей возникает некие такие иллюзии они выходят и такие считают я все знаю да они считают что они уже что-то стоят ну извините сразу перебью вы считаете вот такое как говорят базовое университетское образование все-таки она имеет минусы очевидные ну потому что там я не знаю половина как минимум информаться который ты получил за пять лет даю за 5 за 6 лет обучение не пригодится тебеGBо на самом деле я правда очень скептически в последнее время отношусь к образованию вызов скому потому что если раньше как-то по крайней мере как люди оправдывали ну до знания не дают которые применимы навыков не дают но по крайней мере ставят мышлением давят мышление последнее время я очень скептически к этому отношусь потому что сталкиваю с тем что как раз вот это больше всего и страдает. Приходит человек, думаешь, Бог с тобой, ты не знаешь, ты не умеешь. По крайней мере, мыслить-то ты можешь, ты вуз закончил. Ничего подобного. На самом деле не может. Очень мало вузов и очень мало предметов, скажем так, направлений, где именно ставят вот это мышление. И они больше технические какие-то. Ну да, это проблема нынешнего времени или в принципе это проблема? Я в этой связи просто вспоминаю, у меня тоже есть там несколько образований причем таких достаточно серьезных, университетских, я ими очень горжусь. Я в свое время читал по этому поводу высказывание Герцена, он писал, что университет нужен не для того, чтобы получить какой-то непосредственные навыки, а чтобы просто научить людей мыслить. То есть изначально как бы идея-то благородная. Я так понимаю, что в наше время вот эти вот высшие учебные заведения, ну, наверное, в большинстве случаев не справляются с этим. Не справляются. И это проблема чего? Это проблема обучающего персонала, преподавателей, это проблема ну, я не знаю, там какая-то внутренней структуры, проблема, может быть, людей, которые приходят учиться, потому что, опять я, может быть... Ну, что, люди хуже стали, что ли, чем раньше были? Ну, есть бытует такое мнение, да, вот сейчас молодежь, она такая вся бестолковая, это молодежь, что не знает элементарных вещей. Молодежь, кстати, шикарная молодежь, я уже самой сыновья молодежь. Умнейшие люди. Ну, и потом огульно вот так, да, такие заявления, они некорректны всегда. Вот в чем проблема, на ваш взгляд? Ну, проблема как раз в том, что нет вот этой вот методической, даже методологической базы хорошей, по большому счету. Системы нет, системы. На системном уровне, да. То есть связь с реальностью, она была потеряна. В советское время, когда выстраивалось все, были усилия приложены, ну, были как раз вот эти методические различные там институты целые, да, которые занимались разработкой, подготовка была вот этих методик, вот, и она была как раз заточена, все это образование под ту систему. Ну, то есть человек заканчивал образование, ну, высшее, и он уже знал, куда он пойдет. Более того, были распределения, да? Да, вот как раз вот про это же, да, мы как раз вот на пике-то вот этим мы закончили свое обучение с мужем тоже, когда тоже вроде как было понятно, куда, чего, и тут бабам все рухнуло, и чувство потерянности. А сейчас вот вузы не перестроились, ну, потому что я не знаю, кто этим должен заниматься, да, кто должен вкладываться в том, чтобы разработать новые методики. Ну, государство, наверное. Да. То есть кто в конечном итоге заинтересован, чтобы был, вот, об этом и речи, да. Это, что называется, да, результат государства заинтересован. Да, поэтому вот этого сейчас нету, поэтому это очень сильно оторвано, и поэтому, во-первых, и само наполнение образовательное не соответствует тому, что нужно, и, во-вторых, даже сам процесс обучения, он никак не скорректирован, он обновляется очень-очень плохо, то есть, ну, больше заявляется, что, да, вы знаете, у нас тоже в вузе есть тренинги, что вы хотите, у нас тоже, мы тоже современные. Да, да. Ну, я знаю сама вот, что такое в вузах тренинги, у этого. Ну, я так понимаю, это просто поставить галочку и новое модное слово использовать, вот это. Ну, может быть, это как бы, конечно, так, а может быть, просто люди, ну, они не понимают, они по-другому не видели, и они правда считают, что это у них есть. Тренинг? Да, 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 да. А можно как-то сформулировать вот так, ну, для слушателей, для меня прежде всего, что такое суть тренинга? Я, извините, уж так на уровне такого обывательском, тренинг это для меня, там, тренер, тренировка, это, я так представляю, что это, это, ну, какие-то навыки, да, вот такие в физическом смысле навыки мне предлагают. Вот надо сделать это, 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 давай еще разок, это, это, давай еще разок. И вот я до механики, да, каким-то образом это все дело повторяю, чтобы овладеть этим. Ну, давайте возьмем, скажем так, вот там есть три составляющие. Первая составляющая – это содержательная составляющая, то есть что является, лежит в основе тренинга. Вторая – это как ведется, ну, то есть как раз вот это вот методическое проведение. И третья – это человек, который проводит. Если взять первую составляющую, содержательную, то вот, например, берем там лекции, семинары, они чем характерны? Они характерны тем, что берется какая-то тема, и в этой теме отражены разные подходы. Ну, то есть ты, как бы, конечно, знаниями обогащаешься, с разных сторон можешь посмотреть на одну и ту же тему. Вот такой подход, вот такой, ну, как в мотивации, например. Вот тебе там по маслу, вот тебе там по тому, по еще по кому-то, да, ну, куча-куча подходов. Там, на самом деле, Герцберг, там еще кто-то, еще кто-то, да, там. Вот, очень много разных подходов. И ты обогатился, да, ты картину мира расширил. Ну, а с другой стороны, ты что будешь делать? Применить это, да? Ты применить не сможешь, они друг с другом не увязаны. И, получается, предполагается, что ты приходишь, вот, например, как руководитель, и ты должен сам, сам в процесс свой управленческий встроить. А у тебя на это ни времени, ни сил, как говорится, ни желания нету. А иногда и возможно. Иногда и навыков даже нету. Ну, как именно, да, построить методику-то? Это первое. Тренинг, он очень должен быть очень четким и конкретным. То есть процесс, какую-то часть процесса управленческого, должна компания, тренер, который создавал этот тренинг, уже простроить. Понимаете? И там подходы преобразовать в единую модель, которая отрабатывается, и человек уже четко выходит. Вот у него процесс, он приходит к себе на работу. И он повторяет. Этот управленческий процесс, он уже сейчас ставит задачу, он уже, вот, он так и учился, понимаете? Не с подходами, а именно в своем управленческом процессе. Второе, это как проводится. Ну, то есть это психология некая, да, и технология проведения тренинга. Существует такое понятие, как, ну, я скажу так, динамика. Динамика как психологическое проведение тренинга, так и динамика информационная. И очень мало кто как раз об этом задумывается и понимает. А это очень сложнейшие вещи. Что, зачем дать, в какой последовательности, где что отработать, где нет, где там. То есть это будет зависеть на эффективности того, как человек это воспринимает, естественно, да? Да, 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 да. То есть если неправильно выстроить вот эту последовательность, да, он может в какой-то момент его заклинить, и все остальное мимо ушей пойдет. Да, 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 да. И третье, это человек, который ведет. Потому что тренер, он как раз это человек, который сам должен сдать, ну, грубо говоря, аттестацию там какую-то. Уметь это. Он все это сам умеет. Потому что он здесь, он делится с людьми. Да, конечно, кто-то за него там это даже разработал, этот тренинг, но он это умеет делать. И к нему обращаются люди, которые, ну, вот как раз со своими проблемами реальными. И он понимает, о чем идет речь, вообще говоря. И он здесь и сейчас корректирует поведение человека. Здесь и сейчас что-то может посоветовать. А если он обладает только некими информационными, да? Это ни о чем вообще. Потому что люди считают, вот я просто вела там два года, вот меня приглашали в университет вести для пятикурсников, там, для студентов курсы. Я им как раз курс по консалтингу, консалтинговый курс, как вот там была тема, как компанию сделать вот тренинговую, как тренером стать. Вы знаете, вот они все понимают, студенты, психологи, пятый курс, а уже практически преподтанет, да? Выпускники, да. Ну что вы хотите, они же специалисты. Они все понимают. И самое трудное было как раз в этом, что я и так пыталась, я понимаю, что они не понимают. Но слова все правильные, вы понимаете? И не знаешь, как вот это сделать, как им дать понять, что они не понимают этого. Они все правильно складывают, они все грамотно, аргументированно выстраивают. Вот. И поэтому очень тяжело с людьми, которые не имеют этого опыта. Так и тренер. Тренер выходит, он накачан, конечно, всеми этими знаниями, теориями. Он выходит, ему говорят люди, ну там те же продажники, управленцы, о своем, да, обнаболевшем. Да, у меня вот такая вот история, как мне поступить? Да, да, причем не всегда, может же грамотно вот так сформулировать даже это, да? Да, там вот так вот, ну решите мне. На уровне, на уровне, да. Да, он делится своим переживаниями. Если человек никогда этого сам не переживал, он не поймет. Не поймет. Он не поймет акценты вот эти, да, там суть саму. Ну он начнет ему советовать, как по-правильному. Ну что, да что там не понятно? Как книжки написаны, как книжки? Конечно, у вас проблемы с подчиненным, что за проблема такая? А ну все понятно, сделайте то-то. Вот и. Как ему объяснить, что вот так не сделаешь здесь, понимаешь? Вот там вот, ну не получится. И не получится, может быть, именно у меня. Вот ты видишь, какой я, а ты мне советуешь, да? Нужно же так еще понять, что вот он я вот такой вот, с характером, со стилем управления, а ты мне советуешь вот так сделать. Вот, и вот это вот, вот это вот, три вот эти составляющие, они как раз и создают хороший тренер. А можно выделить самую главную, основную из этих трех? Или они, так сказать, на одном уровне? Ну так все равно, что, знаете, блюдо, да, что там, картошка важна, капуста или мясо, да, там, или еще что-то. Мясо, наверное, потому что мясо это мясо, а картошка и капуста это гарнир. Да, 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 тогда это уже не суп, да, правильно? Если вы хотели покушать супа, то это уже не суп, грубо говоря. Это уже не суп, да, или суп без мяса, да, или картошка. Да, 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 то есть это одно блюдо, и оно только так работает. Или машину, да, берете, что важно, колеса или... Ульяна, спасибо, сейчас у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Как научить управлять людьми». Ну, и я бы более широко эту тему сформулировал. Как, в принципе, выстраивается бизнес, который обучает управлять ли или делать какие-то другие полезные вещи. Я представлю сегодняшнюю гостью. Это Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов» и «Самолова». Вам, уважаемые слушатели, я напомню. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ульяне, она на них ответит, потому что она, как это видно, человек, квалифицированный. Продолжим разговор. Итак, мы, собственно, ушли на вторые новости. Формулируя основные, да, тут три, вот я так понял, три основных ключевых звена любого тренинга. Если можно, еще раз их повторите. То есть это содержание, первое, да? Второе – это сама методика преподавания. И третье – это сам человек, подготовка его, называется, тренер. Ну, если говорить уже непосредственно о том, что существует во множественном количестве, да, некие школы и бизнес-тренинга и какие-то другие, ну, и о вузах мы сегодня вспоминали с вами, да, то откуда появляются, да, некие системы обучающие, кто их создает, откуда появляются преподаватели в этих бизнес-школах, да, уровень их, от чего зависит, ну, и так далее. Вот здесь мы можем более подробно, да, о том, как это выглядит. Ну, во-первых, есть первый путь, это когда люди преподавали теоретические какие-то курсы в вузе, например, да, там, экономические, там, психологические, то потом они хотят более практичными стать преподавателем, практику преподавать, и они переходят как раз вот из той сферы и, ну, начинают, пытаются, скажем так, адаптировать, и как раз вот, ну, включая, скажем так, не столько содержательную составляющую из меня, сколько как раз вот вроде как тренерства, да, что если мы начнем отрабатывать, тогда получаются такие вот, ну, псевдо, на мой взгляд, тренинги, когда раз есть движуха, раз есть какие-то и игры ролевые, вроде это уже тренинг, уже тренинг, а на самом деле это не тренинг. Результат никто в этом случае не оценивает или не стремится оценивать, да, а просто вот есть некая такая оболочка, вроде мы... Это тоже отработка, конечно, практическая, но тех же подходов, которые потом очень трудно применить. Да, мы подрабатывали, но не применим. На ваш взгляд, в чем здесь проблема? Этот человек, который пришел из вуза, у него нет практики, вот то, о чем вы говорили, именно поэтому, да, это... Он не чувствует вот этот процесс управленческий, он не чувствует нюансы, акценты управленческой деятельности, вот, поэтому он не может этот процесс управленческий выстроить. Он может его как же технически, ну, там, постовка задачи, там, мотивация, там, организация, контроль. То есть то, что в книжке написано. Да, 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 да. А там же нюансы, там же здесь вот больше, здесь вот меньше, здесь вот так, здесь вот всякое, что называется. И тем более каждая конкретная ситуация, она на другую не похожа, да, именно в нюансах. Да, да, вот так она и есть, да, да. Поэтому вот эта содержательная составляющая, на самом деле она является критичной для многих компаний, как раз тренинговой. Почему? Потому что, представьте себе, то есть разработать какой-то курс, ну, например, тот же тренинг один, либо целый курс, это вообще ещё сложнее. Это значит не только, вот, ну, понятно, одного опыта мало, практического, нужно совместить эти вещи, теоретические знания с практическими знаниями. Это нужно исследовательскую работу провести глубокую, чтобы эти процессы-то выстроить, которые будут практическими, а не просто теоретическими. На это уходит очень много времени. На создание одного тренинга уходит иногда от одного, там, до трёх лет. Один тренинг, понимаете? Представьте себе, сколько это затрат, и кто может себе позволить вот такие затраты, ну, понятно. Я представляю, что это колоссальный труд, и вот, собственно, вопрос-то, не риторичный. А кто себе это может позволить? Так вот в том-то и дело. Тем более, когда видишь, что, ну, как ты же проведёшь что-то, деньги-то вот они, что называется. А ты берёшь и вкладываешь деньги, непонятно во что, непонятно, как оно вообще будет ли продаваться. Вот ты его создаёшь, и непонятно будет ли продаваться. То есть тут чисто такой, знаете, вот энтузиазм, во-первых, а во-вторых, это, ну, чисто стратегический подход, когда ты просто веришь и веришь в то, что это однозначно окупится. Это вот что касается содержательной части. Что касается второй составляющей, это составляющие как раз вот методики. Методики образования, то есть преподавания, методики, скажем так, проведения этого тренинга, да, там. Это, ну, тоже достаточно сложно в том смысле, что нужно в сценарии тренинга уже, вот эту содержательную часть нужно облечь в некий сценарий и заложить туда, в принципе, заложить реакции людей. Представьте, да, там. Это сложно. Да, 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 корректировку поведения людей. Хотя, с другой стороны, если человек, да, вот таким образом выстраивает, он может предполагать, какая реакция будет на то или иное событие. Вот смотрите, у нас тренинги все расписаны практически с точностью до нескольких минут. Так. Вот. Это отличает хорошую школу тренерскую от плохой. Плохая тренерская школа, что делает? Ну, как плохая, неопытная, я бы сказала так. Ну, не может хорошее быть, ну, в будущем там, да, опыт пока накапливает. Вот. Потому что, вот представьте, как вот спрогнозировать, представляете, он очень динамичный тренинг. Там, в принципе, нет места для того, чтобы, ой, мы сейчас там посидим, там как-то скорректируем. Ой, а у вас тут получается, а тут не получается. А давайте еще посидим. Да, давайте, да. И как оправдывают люди то, что задерживаются, например. Тренинги там на час опаздывают там с окончанием и так далее. То, что не успевает что-то. У нас все, вот все, что в этом тренинге есть, все должно быть вот на этом тренинге пройти. Человек, то он должен все это пройти. Причем пройти не с точки зрения, что ему информацию загрузить, а он должен отработать. И каждый должен отработать. Понимаете? И более-то и тайминг жесткий там такой. Очень жесткий тайминг. Так, представьте, какая нагрузка для тренера. И поэтому, чем четче вот этот сценарий, чем четче сразу проработано, вот почему он так долго разрабатывается. Как раз вот продумывается каждая мелочь. Да. Каждая игрушечка, каждая там, я не знаю, там, пример какой-то, еще что-то с реакциями. С тем, что вот это может не получиться. У какой части может не получиться? Вот сколько человек получится сразу, у кого нет. Ну вот мне это интересно как раз, да, действительно прорабатывается это какие-то, ну, гипотетические сценарии развития событий, реакции. Но понятно, что потом, когда с реальными людьми сталкиваются, да, есть один человек, он сразу это понял. Есть другой человек, ему два раза надо повторить. А на это нет времени, потому что все очень жестко прописано. А вот поэтому это время должно быть заложено. Вот в том-то и дело. Вот это должно быть заложено. То есть на всякий случай, да, если кто-то не понял. Вот не на всякий случай, а просто вот так должно быть, понимаете? То есть должно быть уже сразу спрогнозировано, просчитано, что вот, например, вот здесь вот у стольких человек может получиться, у стольких не получится. Ну, это уже как раз вот опыт вот эта, да, статистика, что называется, ведение. И третий момент, третий момент, ну, еще как раз вот то, что касается... Методологии, да. Да, методологии. Это то, что, ну, вот, случай просто неоднократно встречалась с тем, что некоторые компании, они боятся, тренеры некоторые боятся как раз, вот что такое динамика? Динамика, это когда эмоция накаляется, человек в состоянии эмоционального какого-то подъема, там, упадка, еще что-то, он, ну, он мобилизует все свои силы. Но этим нужно управлять. И ни в коем случае, вот представьте, вы разгоняете вот эту динамику, да, ни в коем случае нельзя ее гасить, как многие неопытные тренеры делают. Они боятся, и поэтому... А гасить каким образом? А вот представьте, вот смотрите... Пошли вопросы сразу же, ла-ла-ла... Тихо-тихо-тихо, мы сейчас... Инкуссия, эмоции пошли, вот в чем дело, негатив, а вот это не работает, а что вы мне тут говорите? А у меня, вот, ерунду, да, я в 10 раз так делал, я ничего не получил. На тренера однозначно идет 100%-таки напалки. Он виноват, естественно. Между собой идут вот эти вот, да, и тогда как раз вот неопытные тренеры, а что он делает? Он гасит, он не дает развиваться, потому что он понимает, что это может выплющиться. Ну да, выплющиться и уже не управляемся. Делается с этим. Вот, у нас как раз, а тренеры, вот мы тренера готовы, да? А гасит он, каким образом гасит? Ну как говорят? Так, подожди, подожди. Тишина, тишина, тишина. Спокойно, спокойно. Сейчас мы это все решим, а давайте потом это все, да, все эмоции угасло, все пригорело, потом уже как-то так. Или люди, люди, давайте конструктивненько, конструктивненько. К этому уже не возвращаются, а то, что происходит дальше, уже тоже так. Уже все, да. И идет такая вот, да, такая форма вот семинарская больше как раз. Поэтому мы это не гасим, мы даем людям вот эти все пережить, скажем так, эти эмоции, пережить и как раз принять тогда. Да, потому что люди... Но пережить как? Ну вот вы говорите, да? Эмоции пережить. Как человек эмоции переживает? Ну как? Бурно, реагирует. Бурно, выплескивает, да? Вот он сейчас выплеснул, и там началась... И очень аккуратно тренер должен уметь с этим как раз вот, чтобы человек пережил и принял то, что ему дают. Вот. Второй момент, когда человек не справится, он не гасит динамику, он задает ее, да, там, но люди ушли с тренинга, и что, у них расколбасы. Они приходят в компанию, а их продолжают колбасить, потому что у них эмоции остались. То есть поэтому грамотный тренинг, он должен, с одной стороны, очень хорошую динамику дать, то есть эмоциям выплеснуть, но в конце человек должен пережить и закончить эту эмоцию. Здесь же, не вынося ее за дверь. Все, ни в коем случае, ни в коем случае, да. Вот это хороший тренинг. Ну и, соответственно, тогда, что тут очень важно, чтобы тренер был, который может это сделать. Вот, вот, у меня вопрос вот сразу, да, вы сняли. Ульяна, кто этот тренер тогда? Это какой-то сверхчеловек? Поэтому тренер должен быть подготовленным. Его нужно готовить, и в него нужно вкладываться. Ни один день, ни один месяц, иногда даже ни один год. Вот это самая большая, похоже, проблема в тренинговых компаниях. Проблема кадров. Да, 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 да. Потому что ты его берешь, ну, с потенциалом на тренера, а потом ты его готовишь. И готовишь как раз как? Сначала он должен стать, если он продажный тренер, хорошим продажником. Все это пройти, сам результата добиться, через все эти проблемы преодолеть, научиться, изучить как раз еще и тренинги, потом научиться вести эти тренинги. Ну, а управленец, это вообще, это отдельная песня, потому что, да, он учится еще и управлять. Ну, то есть ты как бы ему даешь проектную деятельность какую-то, да, там, и смотришь, оцениваешь. Вот, то есть подготовка тренеров занимает очень много времени, сил, и по большому счету, я всегда так говорю, когда люди приходят к нам сначала, знаете, такие некоторые, ну, я к вам пришел тренером. У нас же не хватает тренеров. Я говорю, ой, знаете, мама дорогая, как не хватает? Вот, ну, вот же я, давайте. Я говорю, как вы считаете, через сколько вы станете тренером? Ну, испытание срок 3 месяца, ну, на четвертый. А он, хорошо, а он пришел, у него уже есть опыт? Опыт управленческий обязательно должен быть, обязательно. Может быть тренерский, ну, может и не быть, потому что у нас своя школа, мы вот как раз вот этому мы учим. Давайте так, он преподавал где-то в УЗИ, да? Нет, вот таких у нас точно нету, поэтому... Вы их изначально не берете, забраковали сразу? Нет, мы не берем, это опыт, главное опыт. Есть опыт, на этот опыт мы его скорректируем, этот опыт, посмотрим, что он реальный, этот опыт, доучим, а потом научим, ну, уже как тренером быть. Это проще, чем быть управленцем, поверьте мне. Ну, если научить проще, если есть опыт управленческий, если нет, то уже как ты его научишь, собственно говоря. И таким образом вот идет подготовка тренеров. Ну, вот у нас в компании так, вот, и когда человек вот такой приходит, говорит, вот, берите меня, я буду тренером. Мы говорим, нет, стоп. А 3 месяца точно не будешь? Нет, там, да, если у тебя там опыт, вот, все-все-все хорошо в продажах, например, там, и управленческий опыт, ты станешь хорошим продажным тренером. Ну, там... Продажный тренер, как-то звучит. Ну, просто у нас, да, у нас ленг такой в компании. Ну, понятно, ты будешь тренером по продажам, да? Ты будешь учить продажам. Это такая, знаете, как сказать, любимое слово такое, да? Нет, ну, я понимаю, конечно же, о чем идет речь. Продажник, высокое такое звание, да? Абсолютно верно. Отвечающее от продавца какого-то, да? Конечно, продажник, да, это... Да, 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 да. Это высокое. Ну, его тренер, ну, пусть будет по продажам, собственно говоря. Вот. И там минимум полгода, минимум. Минимум. Минимум полгода, минимум. А какой-то год, в среднем год-полтора. Ну, в этом случае, смотрите, вы берете на себя, да, еще и проблему обучать его, да? Однозначно, конечно. Вы платите ему зарплату, естественно, хотя понимаете, что он еще не тот, на какую позицию вы его брали, да? И может, кстати, ими не стать. Может? Вот просто у нас такая процедура как раз оценки, поэтому очень жесткая, скажем так, да. Поэтому у нас там, ну, очень трудно не стать потом тренером, если он прошел, а процедура оценки... Столько денег на тебя потратили, да? Три месяца, испытательный срок у нас на самом деле испытательный срок, это все процедура аттестации, экзаменов, обучения жесткая. То есть не забалуешь, да? Нет, 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 это все очень жесткая, поэтому если уж он прошел испытательный срок, мы говорим, ну, все, теперь ты сотрудник нашей компании, ну, и тогда вероятность, ну, я не знаю, 99 процентов, что он станет. Если говорить вот о рынке в целом, да, подобных вот механизмов, тренингов, обучающих программ, то квалифицированных тренеров в России не так много, я так понимаю. Не так много, очень много. Ну, сколько? Можно их сосчитать там на пальцах двух рук? Или больше и гораздо? Не пробовали статистику это вести, да? Нет, нет, просто есть как бы категория тренеров, которые тренеры-одиночки, так называемые. То есть они просто приходят, да, говорят, я у вас поработаю, потом пойду туда поработаю. Они пробиваются сами, и они, на самом деле, очень много работают, вкалывают хорошо так, вот, и нарабатывают свой опыт практически сами. А вам они интересны, тем не менее? Ну, как интересно? Ну, вот он пришел или... Они на рынке есть, они в компаниях не работают, это фрилансеры. А, фрилансеры, как правильно. Ну, либо есть такие компании, как бы, компании одного тренера, ну, когда вот это один тренер-звезда, да, там, и его продают. И все на него ходят, да. Помощники есть там, которые его продают там, ну, и вот, собственно говоря, он работает. А он гуру, он просто, да, каждое слово на вес золота. Ну, что-то типа того, да. Это здорово. Сейчас еще раз, Ульяна, слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Итак, друзья, последняя часть нашей программы «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Ульяна Самолова, президент группы компаний «Самолов и Самолова». И обсуждаем мы тему интересную, я думаю, что актуальную большинству слушателей. Потому что, да, творческий человек всегда учится. Да, есть такой момент. Есть такой момент, да. Обязательно, может быть, даже ходить на специальные тренинги, да, ну, общаясь с кем-то, слушая что-то, да, все время делаешь выводы. И вот этим, я считаю, и отличается, да, человек мыслящий от какого-то другого, да, для которого вся информация проходит просто пустым звуком, что называется. Давайте вернемся, да. Мы очень подробно сегодня поговорили о вот этой составляющей успешного тренинга. Ну, и очень мне интересно все-таки вот эта вот история, связанная с профессиональными тренерами. Как, насколько реально стать человеку, или точнее, что нужно, да, для человека, обладать какими навыками, чтобы стать успешным тренером? Вот так бы я сформулировал вопрос, Ульяна. Ну, во-первых, ему самое первое, что нужно сделать, вот когда к нам приходят на работу устраиваться люди, которые хотят стать тренерами, я всегда у них задаю себе вопрос. И вы знаете, вот в 90, там, 100% случаев, а то и больше, пауза такая, то есть человек не думал об ответе на этот вопрос. Вопрос следующий. В какой сфере бизнес-тренером вы хотите стать? Вот разница, понимаете, человек зависает и говорит, а я не думал. Я говорю, ну как так, вот смотрите, даже если бы вы хотели стать преподавателем. Да, я прошу обращения, ведь что такое тренер? Ну, опять, я банально, может быть, не очень корректно, да? Это человек, который обучает чему-то, чему-то обучает. Да, да. И то есть я прихожу, я хочу обучать, а чему ты хочешь обучать? Я не знаю. Бизнесу. Говорят, бизнесу. Абстратное понятие. Ну, да, что ты говоришь, да, бизнес. Вот, об этом и речь, понимаете, вот, чаще всего как раз люди идут на, скажем так, как мотыльки на свет летят, на вот это вот внешние атрибуты тренера. Кто их привлекает там? Ну, помимо того, что они могут звездить там, наверное. Это самое главное. Это самое главное? Это первое, что привлекает большую часть, скажем так, людей, которые хотят быть тренером. Они вообще зарабатывают деньги, извините? Ну, вот эти люди, они, ну, туда-сюда тыкаются, ну, не знаю, как это, вот, наверное, зарабатывают. Нет, успешный тренер, давайте так. Успешный тренер, это другой тренер. Это как раз тренер. Он зарабатывает деньги. Естественно, как иначе-то, хороший тренер, он зарабатывает деньги. Как и любой хороший специалист. Естественно, да. Я понял. Нет, просто мотивация может быть такая, я хочу стать тренером, зачем? А там они такие деньжищи вон грибут, я пойду тут. Бывает такая мотивация, но только единственное, что она сама по себе, если она одна только мотивация, она ничего не стоит. То есть человек должен вообще, как говоря, какой-то сферой интересоваться. Быть профессионалом в какой-то сфере. Конечно, конечно. Ну это логично. Да, ему интересно, он управленческий опыт, ему интересно. Ему интересно вот дальше развиться как управленцу, да, там, но при этом еще и кого-то учить, понимаете? Вот ему хочется как-то одновременно. Я вспомню, да, люблю очень эти самые фразы умных людей. По-моему, у Платона самый хороший способ обучаться, обучая. Ну у кого-то из великих, я могу ошибиться, в фамилии. Да, да, да. Вот это, по-моему, тот же самый случай. Но только при этом ты должен сам этой темой интересоваться очень сильно. Безусловно. А не просто ты там, потому что ты вот хочешь умным казаться. Да, да, да. Фонты все эти там. Вот, вот, меня очень заинтересовало. То есть подавляющее большинство людей, которые приходят в эту сферу, они пытаются самоутвердиться. Да, так оно и есть. Они видят, как это здорово. Пубертатный период давно закончился. Неужели до сих пор еще это... Вы знаете, даже люди, которые перевалил возраст там и за 35, и за 40 лет, иногда вот с таким вот приходят детским садом, вот таким мнением. Ну вы их сразу за дверь, да, отворот-поворот. Или все-таки шанс даете какой-то. По-разному. Есть люди, которые просто... Ну они еще не разобрались. Но ты чувствуешь, что у них внутреннее есть просто... Он неправильно почувствовал вот свое... Он чувствует, что предназначение, но неправильно его сформулировал. Истолковал, истолковал. Истолковал. Да, он сам себя не понял, почему именно он так хочет. Поэтому понятно, что нужно очень хорошо покопаться в этом. Ну и когда начинаешь копаться, уже понимаешь. На самом деле, правда, человеку это интересно. Это интересно, он хочет дальше узнать много чего. Он дальше хочет, ну, свои навыки усовершенствовать. Но при этом он хочет еще и передать что-то. Надо так научиться, чтобы уметь другому передавать. Ну и вот это как раз вот тот самый тренер. Но не может быть тренер с другой стороны, который не хочет признания. Имидж, который вот... То есть это важно, да? Это важно. Ну если этого нету... Чистолюбивая составляющая такая. Должно быть, конечно. Просто оно единственное, что не должно выпирать на первый план совсем. Все вот затмевать, скажем так, суть-то вот эту. Но оно должно быть... А иначе как? Ну-ка ты выйдешь перед людьми и что? И ты никакой. И ты никакой. У тебя нет внутренней энергии. У тебя нет вот этого драйва, понимаете? И ты не чувствуешь, тогда ты не можешь удовольствие получать от вот этой обратной связи. И даже от того, что на тебя нападают. А ты вот так вот. Достойно, достойно отбиваешься. И все смотрят, слушают. Классный какой-то. И при этом не отбиваешься, самое главное. Не отбиваешься. Не отбиваешься. А таким образом выстраиваешь разговор с человеком, что человек начинает тебе доверять. Потому что, представляете, что... То есть сначала он на тебя нападал, да? Но ты знаешь, что ему сказать. И он говорит, да, я не прав, извините. Вот пусть все тренеры, люди, которые хотят быть тренерами, они поймут, какая вещь такая вот очень интересная. Когда ты выходишь на группу, у тебя сидят перед тобой, например, управленцы, опытные управленцы. Первое, что они делают, они тебя прощупывают. Потому что они сами из себя уже что-то представляют. Да, и они пытаются, понимаете, понять. Кто это, кто к нам пришел-то? Учить нас, учить нас. Да, 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 да. Ты имеешь право меня учить или нет? И поэтому сначала начинается такая борьба. Всегда. И вот как раз... Борьба это как выглядит? Вопросы сразу какие-то коварные задают? Да, под... Под колочки. Да, на самом деле, открытым текстом просто, знаете, вот говорят, да ты кто такой вообще? Ну, ситуации всякие бывают, господи. Ну, либо кого-то подзюживают там, чтобы тоже... Ну, ситуация... Чем опытнее управленец, тем больше он, скажем так, виртуоз такого рода игр. Управленческие игры, да, вот это же... Ну, в конечном итоге, да, управленец встречается с управленцем, условно говоря, да? Они партнеры, а точнее не партнеры, они контрагенты. Естественно, одного, один должен другого каким-то образом задавить, да? Нет, они должны, как собаки, грубо говоря, обнюхаться и понять, что это свой. Свой, да, да. И что я могу тебе доверять. И тогда, если в течение первых, там, минут 15, например, да, там, это произошло, то потом тренинг идет хорошо, потому что уже доверие есть. Да, да. Ты имеешь право. Но вот, чтобы вот это доверие завоевать, представляете, кто-то должен быть и какой-то должен быть, да? Ты должен из себя что-то представить. Да, если... да, а не просто знания какие-то у тебя должны быть. Если ты знаешь, есть такие люди, которые на самом деле выживают в такой схватке, но не потому, что они опытные, а просто потому, что управляются и говорят, ну, ладно, бог с тобой, я уже пришел, время походу, ладно, уже говори, уже говори, давай хоть что-нибудь мне скажи, уже новенького. Ну, уже хоть что-то может быть. Это неприятно, на самом деле. Ну, неприятно, да. Причем, опять, если о психологической составляющей, да, вот мы о честолюбии вы заговорили, о том, что человек мотивирован тем, что, так сказать, себе доказать, окружающим доказать. Вот подобный подход, да, когда, ну, неловкая ситуация это, да, и ты вроде там себя почувствовал как-то не в своей тарелке, а потом снисходительность такая аудитории, ну, как бы, ну, ладно уже. Да, да, да. И вот это неприятно. Да. Это, да, это такое. Ну, на мой взгляд, это очень неприятно. Конечно, конечно. Ну, если ты, если у тебя честолюбие в тебе, да, и вот так вот тебя простили, ну, это такое. Ну, да. Поэтому вот это быть не должно. И человек не может выходить на группу, вот такой неподготовленный, вот такой тренер в нашей компании, это просто недопустимо. Ну, и вы таким образом его вот с этой точки зрения и готовите тоже. Однозначно, конечно, конечно, конечно. То есть его идёт вот, не знаю, аттестация, там, всякие обучения, вот это вот очень серьёзно. Я подумал почему-то, что, наверное, логично было бы, да, его протестировать на какой-то аудитории. Вот он до какого-то момента дошёл уже, аттестацию он сдал, а теперь, дружище, у нас тут есть вот ребята. Помните, как старые фильмы там какой-нибудь? Девятый А, девятый А, они потому что все... У нас жёстче, у нас просто собираются тренеры, и группа такая идёт, тренеров наших внутренних, которые знают все ситуации, которые у них были, и которые могут в ролях изобразить... Да вы что? ...всякие жёсткие, самые жёсткие. То есть просто после такой группы человек идёт на тренинг, он приходит и говорит, господи, по сравнению с тем, что нам было... Да, с тем, что вы мне тут устроили, да, разбор полётов. Да, да, это не о чём, да. Хорошо, хорошо, Ульяна, огромное спасибо. Очень много вопросов ещё у меня осталось, ну и вообще тема такая бездонная, видимо, да, если мы говорим. Я надеюсь, на мою жизнь там хватит ещё. Конечно, хватит. У нас просто не так много времени осталось уже. У меня были какие-то традиционные вопросы ещё. Ну не знаю, насколько это нужно сейчас. Вот эти модели тренинга в России сильно не отличаются от зарубежных. Если у вас есть такая информация, или, может быть, вы особо не интересуетесь, связаны это, может, с ментальностью, с нашими какими-то российскими реалиями. То, что там, не совсем то, что здесь, поэтому это и не важно. Во-первых, у нас очень мало авторских школ в России. Очень мало. А за рубежом их много? По пальцам пересчитать можно. Ну, на самом деле, а где они тогда, да? Да, если не у нас. Не у нас, за рубежом. А что тогда, собственно говоря, является основой для наших компаний? Те же самые зарубежные методики. То есть они не каким-то образом, да? Да, да, да. Кто-то адаптирует, кто-то, ну, кто как может, что называется, да, там, и ведут. Но те, кто имеет авторские как раз разработки, они отличаются от как раз вот иностранных, ну, от западных, да, там, от американских. Но эти авторские, наши авторские, они адаптированы, или это изначально прямо рождённые здесь, на нашей почве? Я авторски имею в виду этот автор, это тот, кто родил. Да. Иначе какой он автор? Ну, он плагиатор или соавтор ещё есть такое мягкое название. Я авторски как раз, да, когда вот идёт исследование, когда внутренне идёт вот разработка. То есть всё родилось здесь, на родимой почве, да? И таких не так много. Очень мало, но таких просто единицы, может, несколько штук. Даже на одной руке хватит пальцев. И чем вот принципиально отличаются они от аналогов западных? Ну, тем, что, во-первых, наш бизнес и наши люди находятся на другой стадии развития, наши бизнесмены, скажем так, нежели на Западе. Вот, поэтому это, во-первых. Во-вторых, ну, всё-таки ментальность, это есть ментальность, да? Да, куда они деться. Да, хотя процессы управленческие похожи, процессы продаж похожи, инструменты похожи. Но психология, подходы, акценты, скажем так, да, способы принятия решений, они разные. И поэтому на это и надо ориентироваться. И вот как раз вот этим и отличаются программы, что они заточены именно под эту ментальность. Ментальность под наш уровень, скажем так, под наш уровень, скажем так, бизнеса, бизнесменов, под стадию развития, вот. И под ментальность. Вот скажите, ну, на пальцах одной руки мы пересчитали, да, наши все авторские варианты. А их недостаточно для... Почему их недостаточно, точнее? Зачем новые ещё, если они все, в принципе... Их просто не то, что недостаточно, это вообще такое чувство, что это капля в море, поэтому как будто их и нет. Это же о чём говорит? О том, что, представляете, сколько 99% и 9% в периоде, да, там, компании предлагают услуги свои, ну, то есть недоработанные какие-то, сырые, непережитые, скажем так, да. И вот на основе их того, что они делаются, формируется мнение у клиентов, что такое тренинги вообще, в принципе, мнение о рынке. И они иногда даже не видят, что там есть, вообще говоря, на этом рынке что-то достойное, но то, что иногда даже превосходит западный уровень по большому-то счёту тренингов. Очень жаль, очень жаль. Ну, в этом случае надо выдвигать, прежде всего, достойные варианты, да, это наша с вами задача. Конечно. Огромное спасибо, Ульяна, время заканчивается. Друзья, я буду заканчивать и благодарю Ульяну Самолову, президента группы компании «Самову Самолову», что она нашла время посетить в нашей студии. Спасибо, Ульяна. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.